называется хумус видно 30 так ребята доброе утро меня жена отправила сегодня магазин за продуктами у нас сегодня суббота завтра воскресенье и два дня праздник буду понедельник вторник и у нас магазины будут закрыты и сегодня у нас каждый год это что перед новым годом что перед рождеством люди как бешеные рвутся в магазин и такое ощущение что последний день три дня будет как говорится возможности подкупить хлеба алкоголя ну и колбаски на бутерброд вот и все сегодня и вот я решил показать мою суету сегодняшнюю мне жена записала вот такой здоровый листок что много купить надо даже на два ящика взял проедемся по пару магазинам я немного поснимаю там подрежу покажу вам кому интересно оставайтесь кому нет выключайтесь потому что некоторые не интересно даже уже писали мол типа что ты снимаешь всякую херню так что кому не нравится моя херня не смотрите я никого не заставляю блин так первая моя остановочка тут мне надо заехать взять посылку я сюда уже ехал дороги полные и парковки полную тоже у нас магазин закупается он ведь и так сюда меня полно нахрен я так думаю сегодня мне будет очень долго закупочный закупочное время и много времени уйдет на закупку вот так вот так как так все посылочку забрал еще встретил родственника это двоюродная сестра муж был так что вот я не один я такой сегодня мучаюсь закупаюсь оказывается две посылки думал одна посылка будет так что так давайте не нашли же по трем магазина проскочиться мне кажется сегодня будет жопа жена быстро съездить ну я съезжу быстро сегодня ну ладно машину поехали кстати у нас зима так вы не подумать так дима ключи магазина из софета началась так это назову сегодняшний день первый магазин у нас будет пенимаркт здесь не части немного вещей надо кстати сегодня вроде магазины работают до 9 вечера ну так вот так давайте нас про тачку возьмем народу здесь не очень так много когда посылку забирал побольше было людей и я думал то везде так будет хорошо бы ну ладно это не первый магазин то ли еще будет так не нажать листочек достать посмотреть что мне нужно в этом магазине так потому что пару вещей и других магазинов магазинах нету все бабушкам проем так ребята результат моего гуляния по магазинам после 10 минут нашел только маскапоне капец купить нужно было маскапоне 500 грамм это 250 грамм ходил ходил по магазинами другого я не нашел нам больше какую-то херню этого мазать на хлеб как она называется хумус или что такое ну какой-то короче не нашел дома надо будет объяснить что типа нет так давайте сейчас заплатим на кассу в очередь но в очередь за двумя баночками заехал бутер в очереди стоять блин что ли в другой пенимак заехать там узнать как хумус посмотреть так ребята все таки решил заехать еще в один пенимак потому что не хочу дома оправдываться что серьезно на туре не было этого хумуса в том магазине что его распродали так что пацаны здесь есть вот короче ребята вот эту херню мне надо было вот она называется хумус на на хлеб мазать вкусно 99 центов стоит вот кстати вы заметили здесь холодильники другие без дверок открытые как в том магазине сразу это кинулось лицо магазинчик находится не в таком уж благоприятном районе здесь много таких людей которые получают социальную помощь ну и в этом районе много живут азелянтов кстати я только десять лет назад здесь там же квартирки недорогие можно было жить сейчас данный момент не знаю как здесь насчет квартирок дорого или нет ну ладно встанем в очередь и потом в лидл нам на вы так друзья лидл кстати кто хочет кофеек перед магазинчиком может такой то угол взять кофе блин я уже целый час езжу моя жена скажет где так долго шлялся кстати я остался в своем стареньком районе поснимаю здесь и посмотрите сколько вот здесь и находится как их всех называют не немцы место нас тоже немцы но мы русские немцы это и ну посмотрим посмотрим так ребята ну лидлы я скажу друг от друга не отличается в основном мне даже полки на том же месте стоит что например скажем где мы всегда закупаемся полки скажем молоко которое я хочу скажем купить она во всех магазинах на одной и той же полки в одном и том же углу так что можно сказать долго искать не надо будет ничего я сейчас достану листочек про пробегусь закуплюсь вернее закидаю коляску потом вам покажу что я накидал и и да ну в основном чем магазин как магазин так ребята вот набил тачку вот это все минуту купить сейчас правда двух вещей я не нашел это кройта кварк и кокосовое молоко мне надо еще в другой магазин заехать так что вот так вроде прошло все нормально пока миссия так думаю думаю приеду все равно начата забыла что с голосом забыла и придется мне еще раз выезжать ну не беда как я уже говорил магазины работают до 9 вечера так что еще можно будет съездить не раз магазин ладно мы на кассу будем платить так ребята вышли с магазина видно 30 33 евро 43 цента дал вот такая вот неполная коляска блин мне нравится здесь закупаться сразу вспоминаешь молодость в этом районе прожил сколько семь лет я люблю сюда приезжать здесь мульти культи скажем нашем районе больше уже наших русских немцев ну и настоящих немцев здесь еще как-то вот так вот как-то разнообразие есть разноцветно да можно сказать ну всю тачку отогнал машину перекидал все в рождество типа ну не знаю снега нету и как-то нет вроде как все но я не ною нет просто говорю что снега все каждым годом меньше и меньше у нас в этом году кстати я покажу загрузился вот снега все меньше и меньше у нас в этом году что-то нам вообще даже надежды никакой не дают что будет белое рождество так что как-то как-то вот так вот будем наверное это рождество встречать как всегда наверно дома надо вот так закупки наши проходят пока мисс нормально полтора часа я в пути жена еще не звонила самое главное осталось заехать еще к пекарю взять хлеб свежий и еще в один магазин я забыл мне опять в пенимарке третий раз буду в пенимарке если жена увидит это видео расскажет вот где твоя голова была я не знаю я переживал насчет того как видео получится пуш как зашел еще в магазин купил донатс таки еще взял тортик то что на листочек я смотрю что одна зелень всякая херня но нету сладости может быть они будут что-то печь но я решил перестраховаться все-таки взял еще сладости с собой так что все ребята едем дальше сладости есть так взяли хлебушек мы берем сюда у пекаря так как он намного вкуснее чем магазин и просто вкусный хлеб правда долго он долго не держится три дня и можно его выкидывать потому что там наверно мало добавок химический добавок на мало ли черт его знает но я знаю что с магазина если возьмешь магазин и хлеб может недельку лежать наверное ладно да кстати ребята если кому интересно хлеб стал 3 евро 30 центов у пекаря если берешь в магазине скажем вот мы были в лидли то там отдаешь за булку что-то зависимости от сорта хлеба ну айру 1 евро 50 центов короче где-то в два раза дороже у пекаря ну как я уже говорил на вкус нам почему-то у пекаря вкуснее мы готовы заплатить в два раза больше ну зато вкусненький хлебушек ну его конечно быстро на кушать мы иногда даже берем по пол булки если мы знаем что у нас гостей не будет и среди недели мы все равно только хлеб кушаем утром детям школы туда-сюда то мы берем по пол булки и тупо заезжаем каждый второй день и берем новую новый новый хлеб или новую булку или пол булки хлеба я хотел вам показать вот здесь у нас так вот так что разумеем продают елки здесь вот цыгане у нас продают уже все сезон заканчивается этот последний день мне кажется сегодня завтра уже 24 завтра уже никто елки не покупает но все ребята вроде бы корзинки полные будем наверно прощаться я надеюсь сегодня вам было со мной не скучно погонять по магазинам кому может понравилось кому нет стоит ли такие видео делать пишите тоже в комментариях также спасибо вам за многие комментарии которые вы пишете если на какой-то комментарий не отвечает то этот комментарий на был очень плохой так как пишут всякую херню скажу тоже так что я считаю что на такое как круче на похабность я не отвечаю на нормальный комментарий отвечу с удовольствием также всех с наступающим праздником я еще подключусь эти дни покажу может как мы отмечаем рождество где мы находимся к родителям пойдем к нам придут в гости также всем всем привет с моего города брэмергафна брэмергафна я знаю многие смотрят так что ребята приветики ну и все на этом мы сегодня закругляемся также ребята если вы только что заглянули на канал я должен сказать должен вам напомнить чтобы вы не забыли подписаться и поставить пальчик вверх этим как говорится вы меня мотивируете да это мотивацию вы мне поднимаете делать дальше видосы так как все равно если идет отдача от вас то и конечно идет отдача с удовольствием от меня ладно все пока